итак всем привет уважаемые зрители сегодня мы с вами поговорим о полезных свойствах растения под названием шлемник байкальский в начале видеоролика будет такая небольшая вступительная часть я вам немного опишу что вообще из себя представляет данное растение где оно произрастает ну и затем мы уже посмотрим какими полезными свойствами оно обладает какие заболевания лечит какие не лечит есть ли у него противопоказания ну и в конце немного буквально пару слов о заготовке итак шлемник байкальский это многолетнее травянистое растение высота его в среднем состоянии составляет примерно 30-40 см относится к роду шлемник о чем понятно уже из самого названия всего же насчитывается около 300 видов данного растения но лечебными свойствами обладает только лишь шлемник байкальский имеет растение около 4-6 стеблей листья у шлемника супротивные коротко черешковые листья вообще довольно мелкие а вот соцветия крупные форма у цветков колокольчатая двугубая цвет такой вот синий фиолетовый цвести начинает в июне что касается распространения где встречается растение ареал его произрастания это страны центральной Азии Монголия Китай и Дальний Восток Дальний Восток России имеется ввиду растение это вообще не назвал бы я популярным в странах СНГ все вы наверняка слышали об адаптогенах которым относятся женьшень, элеутерокок, лимонник китайский, радиола розовая ну и так далее но почти никто не назовет в этом списке шлемник байкальский а он относится именно к адаптогенам наибольшую популярность он получил в Китае где его используют уже более двух тысяч лет в медицине и считают его китайские лекари универсальным вообще растением которое лечит множество заболеваний также шлемник байкальский сейчас изучает западноевропейская медицина вот но в России в странах СНГ насколько мне известно шлемник не входит в фармакопею то есть не является растением которое используется в научной медицине хотя на стольку шлемника вы сможете найти в любой аптеке давайте посмотрим какие есть еще названия у этого растения синонимы да также шлемник байкальский называют хиний зверобой это второе наверное по популярности название кстати шлемник байкальский кое чем схож со зверобоем продырявленным поэтому их часто комбинируют совмещают также отлично сочетается с радиолой розовой о которой я ранее уже говорил особенно в тех случаях если вы используете шлемник для терапии каких-то расстройств центральной нервной системы так следующее название сердечная трава думаю ясно почему так называется далее маточник акулька расходняк и бабка так следующий слайд который нам поведает о составе шлемника байкальского и так основным фармацевтическим действием обладают флавоноиды данного растения выделяют особенно два флавоноида это байкалиин здесь немного неправильно написал флавоноид байкалиин и его гликозид байкалин а также флавоноид вагонозид и его гликозид вагонин но на самом деле есть еще и другие активные флавоноиды такие как скотилориин ароксилин а который кстати отвечает за придание концентрации и такой некой стимуляции да также он придает собранность вот но байкалин вагонин и к 36 вот видите до последнего флавоноид они являются агонистами гамг рецепторов то есть рецепторов гамма аминомасляной кислоты ну и также выделяют еще флавоноид хризин флавоноиды составляют в среднем около четырех с половиной процентов это содержание флавоноидов в корнях далее кумарины дубильные вещества сапонины стероиды и смолы содержатся в очень малом количестве поэтому практически не оказывают никакого терапевтического действия ну и содержатся также минералы вот на минералы следует обратить внимание потому что в растении можно найти ну почти все минералы которые необходимы для здоровья нервной системы и хорошего иммунитета без которых здоровье просто невообразимо так следующий слайд который нам поведает о свойствах шлемника байкальского у меня вот получился такой длинный список и то я не уверен что это все свойства полезные свойства которыми обладает растение итак первое шлемник байкальская оказывает гипотензивное действие то есть понижает давление обладает противовоспалительным действием затем десенсибилизирующим такое вот мудреное слово которое подразумевает под собой защиту от аллергии то есть шлемник предотвращает аллергию а если она уже есть смягчает или уменьшает проявление аллергии следующее антисклеротическое но думаю не стоит объяснять что это такое хочу заметить только что шлемник очень хорошо вообще влияет на сосуды вот даже гипотензивное действие происходит именно благодаря расширению сосудов такому успокоению следующее свойство спазмолитическое то есть противосудорожное ноотропное действие причем очень хорошее ноотропное действие оказывает особенно если с золотым корнем следующее седативное действие иммуностимулирующее антисептическое жаропонижающее отхаркивающее кровоостанавливающее желчегонное и противоглистное еще следует заметить что кроме ноотропного действия шлемник байкальский также оказывает или обладает анксиолитическим свойством то есть убирает тревогу еще является отличным антиоксидантом причем если сравнивать флавоноид байкалин с тем же витамином Е то оказывается что у байкалина в сотни раз более мощный омолаживающий эффект так давайте посмотрим с какими заболеваниями помогает справиться шлемник байкальский если вот мы возьмем спиртовую настойку которая продается в аптеке то в инструкции будет написано что средство является седативным и снотворным препаратом на самом же деле шлемник лечит не только бессонницу и повышенную возбудимость но также гипертонию первой второй стадии заболевания желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей растение оказывает на органы во-первых спазмолитическое действие то есть снимает боль и во-вторых противоопухолевое снимает воспаление нормализует работу центральной нервной системы сюда вы можете отнести депрессию плохую память нарушение режима сна и бодрствования раздражительность вспыльчивость рассеянность и так далее применяют для лечения бронхита туберкулеза коклюша кашля и астмы эффективен при лечении сердечно-сосудистых неврозов помогает избавиться от тахикардии то есть учащенного сердцебиения применяется при заболеваниях щитовидной железы и даже лечит рак рак печени, желудка и простаты по поводу ЖКТ здесь не стал отдельно выделять потому что печень напрямую связана с пищеварением но если уж выделять то на печень шлемник оказывает также очень благотворное влияние воздействие противопоказания сколько я не искал какие-то противопоказания в итоге так ничего и не нашел есть такая разноречивая информация что нельзя принимать растения в период беременности в то же время другие говорят что шлемник помогает справиться с токсикозом поэтому здесь уже решайте сами хотя если вы в интересном положении то с беременностью лучше не экспериментировать так ну и напоследок как я и обещал немного о заготовке с лечебной целью используют корни и корневища шлемника байкальского причем некоторые советуют использовать именно корни с этим я в принципе согласен заготавливают корни с середины сентября когда семена на растении полностью созреют корень у растения вертикально уходит в землю поэтому не всегда его просто выкопать оттуда но усилия будут стоить того после выкапывания корень очищают от земли промывают в проточной воде режут на части и сушат если позволяет погода сушат на улице если погода плохая можно использовать сушилку либо обыкновенную духовку сушить следует при температуре не более 50 градусов хранить корень лучше всего в сухом месте в плотно закрытой стеклянной банке срок хранения не более трех лет на этом все спасибо за внимание будьте здоровы всем пока